У нас есть и задача и по роду, есть и свои личные какие-то вопросы, которые надо решить. И по земному роду, который тоже надо протащить. То тогда тебе просто надо разобраться то, с чем не разобрался папа или мама. И тебе еще и проще, потому что ты видел, во многих случаях видел окончание его действий или его жизни. И ты понимал, к чему приводит нерешение того или иного вопроса. И тогда у тебя больше исходных данных на решение данной задачи. Включаем понимание, включаем алгоритмы, как я сказал, на взаимодействии с пространством. И выходим совершенно в другие результаты. Олег, прошлые передачи показали, что народ заинтересовался твоим методом. И многие говорят, что да, на самом деле помогает. Это помогает так, что меняется еще и взгляд на жизнь. И обратную связь я тоже от знакомых людей получаю. Кто-то говорит, вот это помогло, вот это помогло. Кто-то обращает внимание на психологические какие-то изменения жизни, помимо физических. И на самом деле этот метод во многом уникален. Но людей много, а ты один. И к тебе хотят попасть часто те люди, которые живут где-то там за 3-9 земель. Есть люди, которые каким-то образом ограничены в средствах. И вот говорят, ну как нам попасть на метод Олега? На мой взгляд, пришло время задуматься о том, чтобы набрать уже учеников. И чтобы твой метод начинал жить в учениках. Вот ты задумывался об этом, нет? Да, Алексей, мы об этом задумались. И с этой целью мы сейчас начинаем серию семинаров. Путь к себе. Они называются, вообще такое название. Миссия выполнима. Путь к себе, миссия выполнима. Это раз. И второе, открываем курсы для обучения тем мастерам, которые хотели бы тоже показывать результат на уровне того, который показываем мы сейчас в нашем центре. Надо понимать, что вот эта база для и того, и другого действия, это все-таки мировоззренческий уровень. Это уровень восприятия и понимания глубины или сути того, что есть человек и что есть вокруг него пространство. То, с чем он работает через тело. То есть, вот эти все процессы, то, что можно еще проще назвать, жизнь, как она устроена и по каким законам или поконам вселенского бытия, она работает. Безусловно, вот это будет базовой основой для любого движения. Там уже дальше либо в целительство человек идет, либо он просто свою жизнь налаживает. Вот это вот не так важно. И действительно, если я посчитал свое время, которое я сейчас могу уделить приему, то это ограниченное количество людей в течение года. Это очень небольшое количество по сравнению с тем запросом, который даже мы сейчас имеем. Это и чуть больше людей взять, это практически уже будет невыполнимо с точки зрения нагрузки. То есть, это сразу я ничем другим уже не могу заниматься. И меньше оно уже, люди будут в годовалую очередь вставать. То есть, это тоже не совсем правильно. Поэтому система учеников, система подготовки людей, которые будут править по моему методу, сейчас надо это организовывать. Мы к этому уже просто подошли. У нас есть и свободное пространство, где саму правку выполнять можно. И есть запрос на это. Мы ждем к себе тех, кто готов. Тогда возникает такой вопрос, на мой взгляд, вполне закономерный. Почему не взять уже подготовленных специалистов, специалистов, каких-то целителей, которые по своему методу взаимодействуют с другими людьми и просто их переучить. Но прежде чем ты дашь ответ, я подойду издалека. Почему я этот вопрос задаю, станет понятно. Недавно я у одного хорошего человека был в гостях. Мы сидели, разговаривали. Он говорит, Алексей, у меня очень многое занос с детства. И вот я обращаю внимание на то, что отец, например, вот так вот когда-то говорил, а я говорил себе в детстве, я не буду так говорить. Он так делал, а я говорю, я не буду так делать. Наступил момент, и я теперь делаю, как он, говорю, как он. То есть вот эта заноза была посажена очень-очень глубоко в детстве. И я ничего с этим сделать не могу. Это уровень подсознания. Подсознание управляет нами. То же самое я слышу от других людей, от женщин. Они говорили, вот я никогда не буду, как ты, делать. Своей матери заявляли. Но вырастают и начинают делать так, как она делала. И потом удивляются. Вот эти занозы сидят, и они не дают нам спокойно жить. И вот этот человек мне предложил, говорит, Алексей, а не пора ли тебе, помимо родовой нити, жизнь без страха, управления судьбой, славяно-россковарности, уже перейти к каким-то практическим семинарам, которые помогали эти занозы вытаскивать через самопрограммирование, через систему, которую я говорил уже как-то, систему активного самопрограммирования, чтобы человек уходил из-под них. И вот теперь, возвращаясь к тому вопросу, который ты задал про готовых мастеров, может быть, я предполагаю, большинство людей, приходя в центр твой, в данном случае, либо какого-то другого мастера учиться чему-то, что дает этот мастер, уже с какими-то наработками не способны в полной мере принять. Вот нет пустоты стакана, куда бы они могли залить. И даже если они увидели действие этого метода, в случае том, когда они начинают сталкиваться с другим человеком и пытаться им помогать, они опираются на тот опыт, который был кем-то заложен. То есть, та самая заноза, может быть, даже в хорошем смысле, оказывается главнее. И он действует, исходя из того, что было в него поселено. И ему уже что-то не удается сделать, исходя из того, что ты рассказывал. Правильно я понимаю? Так оно и есть. На самом-то деле, допустим, если работать, как я работаю, по моему методу, то можно, допустим, инсультику вернуть речь буквально с одного сеанса. То есть, вот была заторможенность. Ну, это прямо вот я конкретику рассказываю происходящего. Пришел человек, обратился, была заторможенность речи, один сеанс, на следующий день у него речь вернулась. Все, он как бы восстановил. Да, он не пошел второй раз, ему вот эти страхи преодолевать тяжело. Ему этот сеанс тоже дался непросто. Ну, понятно, человек на пороге его только что был и очень большой страх. Ему стало легче, ему стало проще. Есть еще один пример. Тоже человек после инсульта 26 лет не ходит. Да, я вижу, как можно запустить назад вот этот процесс и мы начинаем туда двигаться. Люди, которые уже у нас в центре есть и которые большая база, наработанная различных практик и за плечами, говорят, этого надо 20 раз сделать, этого надо 15 раз сделать, этого 150 раз сделать, и тогда может быть будет результат. я так немножко специально утрирую. Мы в итоге где-то за 6 раз запускаем нога, пошло тепло в ногу. Ну, вот просто за счет того, что процесс взаимодействия немножко по-другому идет. Я более того скажу, что если бы мастер опирался хотя бы даже на использовал систему опоры и понимание системе опоры опирался бы на силу, которую я представляю собой, то есть это система взаимодействия внутри центра, будем проще говорить, а так на самом деле это система опоры через силу, то его бы действия они бы приводили к большему результату. Но если этого у тебя в голове нет и нет этого понимания, то ты работаешь всегда сам по себе, всегда вот с тем, кто тебе что-то когда-то рассказал и дал, а там эту систему опор тебе не рассказали, иначе бы ты понимал бы, о чем идет речь и понимал бы, как это простраивается. Ну вот простые вещи и еще вот момент про занозы хотел сказать, что они не всегда какой-то негативный характер имеют. По большому счету, если такой запрос есть, это запрос на раскрытие себя. Если ты взял родовую программу папы или мамы, что естественно, что естественно и оно объяснимо, потому что у нас есть и задача и по роду, есть и свои личные какие-то вопросы, которые надо решить и по земному роду, которые тоже надо протащить, то тогда тебе просто надо разобраться то, с чем не разобрался папа или мама и тебе еще и проще, потому что ты видел, во многих случаях видел окончание скажем так его действий или его жизни и ты понимал, к чему приводит нерешение того или иного вопроса. И тогда у тебя больше исходных данных на решение данной задачи, включаем понимание, включаем алгоритмы, как я сказал, на взаимодействии с пространством и выходим совершенно в другие результаты. Поэтому перепросмотр программ, перепрограммирование это очень важный аспект, который просто необходимо включать и уже надо перестать во всех семинарах давать пищу для головы, она вообще просто перегружает голову, надо давать состояние тишины ума и в этом состоянии уже работать и с информацией, и с пространством. Тогда информационный поток совершенно другого плана. Он легче ложится, он совершенно по-другому обрабатывается. Это то, к чему многие говорят надо устремиться. Немногие достигли это образность мышления, образность восприятия и передача образами. Это совершенно просто другие скорости. Я с тобой согласен. Это как раз опять же возвращаясь, я буду возвращаться к семинару Доник, потому что это многим людям помогло и я вижу в чем сила, в чем слабость этого семинара для большинства людей и что можно дополнить. Вот как раз на семинаре Двойне Жить без страха там было больше взаимодействия человека с самим собой, осознание себя самого, понимание откуда все произошло, понимание что мешает жить, понимание убрать страх как давлеющий, перевести его в компонент предохранителя. И вот когда мы с Евгением разговаривали, он сказал, а вот теперь нужно что-то уже, чтобы двигалось дальше, чтобы он понимал почему, откуда это пришло. И вот сейчас мы когда слились с тобой эти свои представления, сказал, тишина, проработка своих родовых программ не с точки зрения ай все плохо, а принятие и понимание. И вот тут как раз может родиться семинар уникальный, которого пока еще не было, где будет совмещаться и мозговой штурм, и отдых, осознание, и тишина, вхождение, принятие и понимание через тишину и глубину. И вот если такой семинар родится, может быть у нас с тобой, может быть там с кем-то еще, это будет что-то уникальное, что еще большинства людей не было, потому что я опять же наблюдал с другими мастерами, кто-то, например, сидит в медитации, вот они сидят целый день в медитации, медитируют, медитируют, и мозги вообще в отключке, нет осознания, нет понимания для чего и как, а кто-то наоборот, только дает, 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 мозги уже кипят, там все равно подожать давать. И вот здесь метилы уходят, наступает ночь, луна светит, к примеру, соловей там поет, потом опять рассвет, опять солнышко, то есть всплеск, покой, всплеск, покой, мозговая работа, отдых, ощущение, понимание, прочувствование. И вот если это случится, то это будет как раз первая база для понимания того, о чем занимаешься ты. Все верно, и даже я тебе даже скажу, что мы уже провели, допустим, в Нижнем Новгороде ретрит, так называемый, как раз на тишину, на создание тишины, называется День Равновесия, был в Нижнем, и сейчас в мае будем проводить в Москве этот день. Это 7 часов практики. Мы для чего это делаем? Мы обкатываем систему, обкатываем те практики, которые дают результат на остановку головы, на перезагрузку человека, на перепросмотр. Это глубокая работа человека с собой. Вот этот ретрит, он сам по себе, на мой взгляд, уникальный продукт, рождается, вот уникальный, и если сюда еще добавлять какую-то информационную составляющую, аккуратно ее сюда вписывать, либо это 2-3 дневный, расширять, то есть не обязательно вертикально, можно еще посмотреть по горизонтали, то тогда мы увидим совершенно другую историю, и мы можем просто выйти на другой уровень, на новое мышление, то мышление, которое будет соответствовать изменившемуся пространству, тому, что сейчас мы имеем. То есть сейчас это просто запрос на это мышление, это необходимость, без этого будешь стоять в тупике, без этого ты не станешь хозяином жизни, что основное на народном славянском радио, как стать хозяином своей жизни, то есть об этом речь идет, а как стать хозяином своей жизни, если ты все отдал налево-направо, твоей силы нигде нет, когда ты все время в зависимостях находишься, никак ты не станешь. Да, и вот что я еще вижу в таком семинаре, трудно вообще семинар назвать, потому что это что-то больше, нежели чем семинар. Семинар это дополнение к какой-то программе обучения, а здесь сама программа уже обучения идет. Я вижу, что необходимо будет дополнить это взаимодействие людей друг с другом, это работа парами, работа малыми группами. И хотя есть мастера, которые это практикуют, но там это переводится на чисто психологические работы. Был на нескольких семинарах замечательные люди, сидит полный зал людей, разбитый по столикам, там, например, по четыре, по шесть человек, и они друг друга там учат всякими вопросами. И вот наша задача уйти от чистой психологии, потому что чистая психология это опять работа мозга, а перейти к работе через ощущение, через сознание, чтобы человек не задавал вопросы психологические и был как мастер, а ты сделай вот так, а ты сделай вот так, сделай вот так, а чтобы он помогал наводить человека на ощущение. Но у меня есть представление, как это сделать. И вот если мы еще добавим вот это, тогда будет вообще что-то новое, уникальное, когда есть и тишина, есть мозговая загрузка, есть взаимодействие друг с другом, что сейчас в нашем мире очень часто отсутствует, и этого не хватает. и опять переход к тишине. И вот если мы так сделаем, например, то это будет какой-то чудо. Ну, например, просто в Нижнем Новгороде мы когда проводили, именно с такими же мыслями, проводили вот эту перезагрузку, день равновесия, то там условие было для всех, это молчание. То есть, мы все молчаем, никто не разговаривает, с заключением мастеров. И у нас, мы даже сами, как мастера, очень мало разговаривали, потому что, во-первых, не с кем тебе никто не ответит, буквально какие-то указания, поставь сюда, ножку сюда, ручку сюда и так далее. И мы включили туда, вот на этой внутренней и внешней тишине, включили сюда парные упражнения, или упражнения в тройках, в четверках. И оно дало совершенно другое ощущение людям, даже по своему телу. То есть, там вот это взаимодействие, которое простраивалось, это взаимодействие, тоже с пониманием, то, что твое тело может вообще делать другие вещи, которые ты себе в голову даже допустить до этого не мог. И у многих прямо там происходит, а что, я так, так можно было вообще? В принципе, то есть, это история о допусках. И надо понимать, что большинство сейчас существующих практик, они все ведут, ну, как говорится, все дороги ведут к Богу. То есть, они все ведут к тому, что станет легче, лучше и так далее. Ведь на самом деле мы особо никаких новых-то практик мы не вносим. Мы вносим сюда глубину, мы вносим сюда как раз вертикали, мы вносим движение от сути и в допуске работы, ну, глубину, включаем глубину, работы с человеком. Вот это мы делаем. И тогда какая-то практика, она немножко уже звучать будет не на плоскости, она начинает звучать в трехмерной картинке. И она совершенно по-другому дает результат. Вот ведь суть метода, это просто объемное звучание, это работа на глубине. Вот и все вот эти семинары, их также надо именно этим и дополнять. Поэтому я думаю, что надо даже здесь где-то подумать, усилия соединить и двинуться в эту сторону. Ну, и теперь хотелось бы вернуться к твоей школе. Не побоюсь это громко, к твоей школе. Как человек, желающий к тебе попасть, может связаться с представителем твоего центра, с тобой, либо с помощником, помощницей, какие-то контакты, наверное, где-то надо будет оставить. Это вот первое. И второе, чтобы человек как-то для себя понял, он кем себя видит в жизни? Человеком, который сам здоров. Либо человек, который помогает своим близким людям, своей семье, бабушкам, дедушкам, племянникам, племянницам, родителям. Либо это тот, который уже готов выходить на публику и нести ответственность за кого-то. Как ты будешь с людьми разговаривать и понимать, этот человек будет продвигать твой метод через центр, участвовать в нем, этот человек будет только для себя, а этот, для своей семьи? Во-первых, можно будет оставить заявку через сайт на участие в обучении. Второе, это мы перед обучением предложим заполнить анкету, по которой мы, собственно говоря, поймем цели и задачи. То есть, некий опросник будет сделан. И дальше будет собеседование. То есть, на собеседовании уже на личном будет, собственно говоря, заданы определенные вопросы, будет понятно, куда мы идем, как идем и, может быть, в результате заявок будет набираться, допустим, два потока. Один начальный в стадии, второй чуть поглубже. Возможно, так будет. Возможно, все будут с нуля на мировоззренческом уровне. будем начинать. То есть, я не знаю, надо будет пробовать, как оно будет запускаться, будем смотреть. Потому что, мы эту запуску у нас в мае набор будет, значит, когда группа наберется, начнем уже обучение. Я думаю, что здесь ничего выдумывать-то не надо. Школа показала прекрасно, как это все устроено в жизни. Все приходят в первый класс, и для всех общая программа. Учимся, что? Чит, почитать, читать и так далее. Есть учитель, потом начальная школа пройдена, мы смотрим, какое уже предназначение, какие-то направления. Уже после средней школы начинается специализированная школа, а потом высшая. Может, таким же образом все и пойдет? Вполне вероятно, просто кто-то быстрее пройдет, кто-то медленнее. Исходя из этого, чтобы время человека не терять, допустим, это может быть определиться, немножко по-другому программа будет простроена, скажем так, для продвинутых. Я еще хотел в этом плане отметить такую штуку. Я наблюдаю за теми людьми, которые ездят у одного, у второго, у третьего. И, если уж мы сегодня так затронули тему, есть рост по горизонтали, есть, можно в ширину расти. Вернее, есть рост по вертикали, а можно в ширину по горизонтали расти. Можно набирать в себя кучу практик, и при этом в глубину так и не выйти. к сути не подойти. А можно взять одну практику, в которой ты супермастер, и расти именно вглубь. Поэтому, по большому счету, наше обучение, оно очень многим, чем бы ты ни занимался, то есть, даст возможность сделать глубину для той практики, в которой уже работает человек. То есть, найти вот это, увидеть суть, потому что способы доведения человека до освобождения от блоков, вот эту легкость приобрести. Их много, множество. И даже мы сейчас используем в центре несколько способов, несколько подходов разных совершенно. И есть и психофизический, а есть биофизический, да, способы приведения в соответствие. и работа, вот я сказал, с инсультами, это работа с двух сторон, да, то есть, ну так вот просто получилось, что человеку какие-то стандартные методы, они уже не помогали, и, в общем-то, ничего здесь уже нельзя было сделать. А те способы оздоровления, которые мы даем, они помогают человеку даже включиться обратно в этот процесс и запустить ремиссии по многим процессам, которые у него уже были упущены. Ну, я когда говорил про школу, я как раз не имел в виду то, что все три класса надо или четыре сидеть в первой, самой базовой группе, а потом несколько лет в средней, и потом только уже в твоих старшей школе. Потому что у нас есть и Ломоносовы, которые, придя в первый класс, быстро его проходили, и второй одновременно, и третий, и уже четвертый выходили через год. Ну, это важно. Да. То есть, мы не уравниваем всех, а мы смотрим по тому, ну, я предлагаю, не уравнивать всех, а смотреть на то, насколько человек подготовлен, насколько у него дар Божий, насколько он свыше что-то понимает, представляет и к чему он готов. Вот это, наверное, более правильный подход такой. Да, я согласен. Потому что, когда вот был мне задан вопрос еще днями, несколькими ранее, о том, что же я буду передавать-то, то есть, технику, или это все-таки какое-то другое что-то, я сразу стал понятно, что, ну, я отвечаю, это не техника. Это прежде всего не техника, это прежде всего способ и образ мышления, это способ взаимодействия, потому что техника, она, собственно говоря, при определенном раскрытии и предрасположенности в области дара человека, она у него раскроется совершенно естественным образом, буквально он понаблюдает, то есть, ее даже не надо будет передавать, вот, собственно говоря, это и со мной произошло в свое время. Вот, более подробную информацию еще можно будет увидеть у нас на телеграм-канале. Ну, мне кажется, мы с тобой в общих чертах описали представление, как это может быть, я свое, ты свое, но из этого что-то может сложиться интересное. И я предлагаю уже как-то подводить итог нашей сегодняшнейшей речи, а итог очень простой. Друзья, есть желание обучить большинство людей, которые хотят быть здоровыми, это первое, а что дальше будет из этого, это останется человек на уровне сам себя оздоровляя, либо оздоравливая свою семью, близких, либо идет дальше, это вот время покажет. Ну, и как всегда, контакты, где это можно все получить, как можно записаться, находятся в описании к этому ролику, так что не забудьте посмотреть и прочитать. Благодарю, быть добро. Быть добро.